Привет всем! YouTube-канал «Райская жизнь на Канарах» и его автор Екатерина приветствует всех, кто интересуется реальной жизнью в Испании. Многие, кто собираются эмигрировать на Канарские острова, составляют так называемую смету на проживание и хотят учесть не только расходы на аренду либо на содержание собственного жилья, но еще интересуются, сколько стоит питание на месяц. Некоторые даже обеспокоены тем, что Канары это туристическое место и, может быть, цены на продукты отличаются от материковой Испании. И сегодня я решила не просто прогуляться по самому популярному испанскому супермаркету «Меркадонна», я захотела взять вас за компанию на этот продуктовый шоппинг, показать цены на прилавках, порассуждать с вами о том, что происходит в последнее время с инфляцией в Испании, не только на Канарах, и поделиться своими лайфхаками, теми, которые я использую каждый раз, совершая продуктовые покупки в «Меркадоне». Для всех, кто случайно впервые оказался у меня на канале, поясню кратко, что «Меркадонна» – это очень популярная сеть испанских супермаркетов. Только в Испании насчитывается 1637 локаций. «Меркадонна» также имеет вот уже 39 торговых точек в соседней Португалии и продолжает активную экспансию. Кстати, у меня на канале есть целый плейлист, где я регулярно размещаю видео как о продуктах, так и о косметике из «Меркадоны». Сегодня я начну свой шоппинг со стеллажа, где находятся оливковое и подсолнечное масло. Последнее в Испании используется очень активно, обычно для жарки. Испанская гастрономия, по мне, так на процентов 60-70 состоит из жареных крокетов, рыбы или так называемых «такос де пискадо», кальмары. Про картофель фри я вообще молчу. Это какое-то уже национальное блюдо или помешательство. Масло в Испании в последние два года постоянно увеличивается в цене, делая этот ежедневный продукт чуть ли не деликатесом. Говорят, что влияет засуха, увеличение стоимости удобрений, естественно, война в Украине. Только никому от этого легче не становится. За весь этот период цена уже выросла в два раза. В «Меркадоне», кстати, мне очень нравится майонез от марки «Асендадо» за евро 30. Это тоже очень популярный продукт, который люди используют как для соуса, к обожаемой картошке фри, так и для мяса и рыбы. Сейчас мне хотелось бы показать цены на собачий или кошачий корм, чтобы вы сравнили их со своими странами, ведь некоторые переезжают в Испанию не одни. Теперь отдел с алкоголем. На Канарах пьют ром. Литр этого, например, обойдется в 6,35. Водка – литр – 6 евро. Желтый ром, как правило, сладкий – 6,60. Так популярный во всей сейчас Испании джин – 5,20. Я, как и многие, предпочитаю покупать и наслаждаться испанским вином. Например, эта риоха Крианса 2021 года обойдется вам в 4,20. Кому нравятся пузырьки, то бутылочка испанской кавы этой очень коммерциализированной марки за 6,95. Я уверена, придется многим по вкусу. В каждой испанской автономии и даже провинции есть свое местное пиво. На Гран-Канарии это тропикаль. Большая бутылка стоит евро 40. Теперь отдел с зеленью, овощами и фруктами. Есть уже готовая зелень в разных вариациях, для салатиков, например. На Канарах практически круглый год можно встретить на полках клубнику. Она местная и очень сладкая. Килограмм обойдется вам почти в 10 евро. Есть черника марокканская за 3,69 за 225 грамм. Здесь есть и испанские ягоды, например, ежевика – 125 грамм за 3,25 евро. Апельсины выгоднее покупать сетками по 3 или 5 килограмм. Я лично предпочитаю сейчас грейпфрут, потому что апельсины, честно говоря, мне уже поднадоели. Утром свежевыжатый сок из помело и банана – это обязательный элемент моего завтрака. Теперь овощи. Показываю цены на баклажаны, капусту и сладкий перец. Кстати, жду комментарий от вас. Кажутся ли вам цены на Канарах более привлекательными по сравнению с вашими странами или по сравнению с другими испанскими городами? Что дешевле, а что выходит дороже? Интересный продукт, на мой взгляд, и многих, кто переезжает в Испанию – это соленая рыба. Но не просто засоленная, а буквально обваленная в соли. Огромный выбор такой рыбы появляется уже сейчас перед пасхальной неделей, чтобы приготовить типичные праздничные блюда, например, тот же патахи или рыбный суп с овощами. Еще одна странная упаковка с искусственными ангулос или мальками угря. Натуральные такие стоят около 800-1000 евро за килограмм. А вот изготовленный из рыбного фарша, такого, как используют в крабовых палочках, стоят не более 3 евро. Есть уже и почищенная порционная рыба, креветки или лангустины. Многие их, кстати, совсем не различают. Уже приготовленный с альпиком – салат из морепродуктов. Теперь о наболевшем для многих россиян. О яйцах. Перепелиные и куриные – сколько угодно и по разным ценам. 12 штук больших стоит 3,45. Размер L уже бюджетнее – 2,65. В этом видео я не буду долго распространяться о мясе. Это отдельная большая тема про цены и, самое главное, про качество мяса в Меркадоне. Обязательно поставьте этому видео лайк, чтобы я поделилась своими лайфхаками, как выбрать хорошее мясо в Испании. Да, потому что есть ощущение огромного выбора и визуально очень качественных мясных продуктов и полуфабрикатов. Но на деле оказывается все ровно наоборот. По крайней мере, в Меркадоне. Двигаемся дальше, и я кладу в свою тележку лосось. Малосольный, идеальный для завтрака. Сыр почти что с полуэротическим названием и формой, который так и называется – титечка. Продукт из галисии, из коровьего молока. Советую, обязательно купите. Очень бюджетный продукт – это большие упаковки с сосисками. Обратите внимание на цены. Теперь уже нарезанная ломтиками ветчина. Есть в привычном всем формате для нарезки дома 900 грамм 3 евро 60 центов. Из сладости сегодня я покупаю арахис в шоколаде. Есть также огромный выбор, как вы видите, вполне себе недорогого, но очень качественного шоколада в плитках. Также в мою продуктовую тележку отправляется диетический хлеб и крекер из серой зерновой муки. Теперь обратите внимание на цену сливочного масла. Оно, кстати, в Испании очень вкусное. Свежие дрожжи – кому охота заняться выпечкой. И рядом продается молоко, которое я покупаю в маленьких упаковках средней жирности. Для добавления в кофе это прекрасный формат. И обязательно я кладу в тележку пару тетропаков с натуральными соками. Здесь неподалеку вы также встретите хлеб, который Меркадона выпекает прямо здесь же, в каждом супермаркете и обычно продает наборами. Теперь вернемся к рыбной теме. Многие из вас, я уверена, хотят узнать о ценах на свежую рыбу. Острова Атлантический океан дают ложное впечатление о предположительно низкой стоимости на рыбу на полках местных супермаркетов. Если замороженная рыба по карману многим, то вот свежая обходится очень дорого. И порою эта рыба выловленная совсем не у испанских берегов. Кстати, хорошо то, что всегда в Меркадоне и в любом другом испанском супермаркете имеются информативные этикетки, где вы можете увидеть и страну происхождения, и дату вылова рыбы. Сегодня я покупаю две въехи или старушки, которые мне будут стоить около 9 евро. Моя цель приготовить очень популярное канарское блюдо, которое состоит из отварной рыбы, картофеля и зеленого соуса моху. Да, только мне остается для этого купить еще пару картофелин и кинзу. Упс, ее уже разобрали. На канарах эта пряность входит в состав практически всех локальных блюд, поэтому кинза здесь очень популярна и ее очень быстро разбирают. Ну и как же я выйду из Меркадоны без десерта? 12 маленьких эскимо по супер выгодной цене уже направляются к кассе. Итак, моя продуктовая корзина понизила баланс моей карточки почти на 122 евро. Конечно, в начале видео вы могли видеть на дне тележки пару упаковок биодобавок, которые не очень-то и повлияли на самом деле на итог чека. О специальном отделе с бадами в Меркадоне я планирую рассказать уже скоро. Подпишитесь на мой канал, чтобы не пропустить. А я направляюсь домой, чтобы начать приготовление ужина. Всем приятного аппетита, если он у вас разгулялся после моего видео. До встречи и аста-пронто! Субтитры сделал DimaTorzok